Склад или открытый ток? Погрузка в морской контейнер или в железнодорожный вагон? Для перемещения зерна необходим зернометатель и до прошлого года сибирским аграриям везти такие приходилось из-за Урала. Теперь агротехнику производят в Алтайском крае. Агроуспех нашего региона. У нас был большой опыт в разработке оборудования и агромашин. Увидели, что сибирякам не хватает зернометателей. Собрали лучшие наработки и представили новую линейку, усовершенствованную. Зернометатели – это классика, это надежно. Алтайский конструктор. Так назвали гости дня поля зернометатели компании Агроуспех. И вот почему. Это классическая модель зернометателя. А это протравливающее зерно, установка к ней. Два в одном дешевле, чем покупать две необходимые единицы техники. Важная особенность – это универсальность и простота эксплуатации. Именно поэтому мы используем узлы, произведенные на собственном предприятии, и их не нужно везти за тысячу километров. А это упрощает и удешевляет эксплуатацию. Сервисные центры, расположенные в Сибири – еще одно преимущество алтайской компании. К страду, когда каждая минута дорога, в хозяйстве могут быть уверены – обслужат технику. Оперативно. А это новинка нашей компании – погрузчик вагонов и контейнеров. Очень компактный, два с половиной метра, разворачивается на 360 градусов, спокойно грузит до 150 тонн. При испытаниях грузили до 100 контейнеров. Еще одна фишка производителей – весовой дозатор. Возможность отгрузки в мешки по 30-50 килограммов. 10 секунд и готово. В России такой вид транспортировки зерна не популярен, а вот тем, кто направляет продукцию на экспорт, к примеру, в Китай, такая функция придется по душе. Так что агроуспех позволит добиться успеха и на зарубежном рынке. Максим Милосердов, Анатолий Коваленко. Новости.